МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Произошло все это не вдруг. Торговля оружием слишком выгодный бизнес. Его заправило способно отрихтовать любого президента штатов. Вот и Дональд Трамп уже увеличил оборонный бюджет США на 54 миллиарда долларов. Огромная цифра. Россия же, напомню, вошла в период сокращения оборонных расходов. Ближний Восток, Латинская Америка или Украина везде видим последствия агрессивных действий Вашингтона и его союзников. В годы перестройки многие посмеивались над словами «американский империализм», говорили о штампах советской пропаганды, но жизнь показала, причин для смеха не было. Гигантские корпорации жадно рыщут по миру. Именно в их интересах действует НАТО и правительство многих стран. Глобальный капитал упорно рушит государственные границы. В ход идут не только санкции, немыслимо, но даже в Донецке и Луганске рвутся снаряды. Недавно думская делегация во главе с Владимиром Абдулевичем Васильевым побывала в Сирии. Эта страна уже 6 лет сопротивляется попыткам ее расчленить и поставить на колени. Вот где остро чувствуешь значение суверенитета. Судьба Сирии урок другим. Да, Россия занес нераспространение ядерного оружия, но как осуждать КНДР при той политике, что проводит империя со столицей в Вашингтоне? Корейцы не случайно готовы жертвовать многим ради своей народной армии. Кстати, сегодня она празднует 85 лет со дня основания. Запад агрессивен, но Россия пока избежала худших сценариев. Избежала благодаря великому советскому наследию, благодаря своему ядерному зонтику, полученному в дар от Советского Союза. Никогда наша страна не имела такого влияния в мире, как вперед советской власти. Можно иметь разные взгляды на историю, но отрицать этот факт, значит вообще идти поперек фактов. Экономическую и военную мощь СССР усиливали идеи равенства, справедливости и дружбы народов. Они гарантировали нам миллионы друзей по всему миру. Эти люди и сегодня остаются друзьями российского народа. Не случайно в эти минуты в Москве открывается совещание 30 зарубежных партий. Он обсудит вопросы празднования 100-летия Октябрьской революции. Завтра вместе с КПРФ они пойдут на Красную площадь к Ленинскому мавзолею. Да, у истоков всех советских успехов стоял человек по имени Владимир Ленин. Завтра годовщина со дня его рождения. Это имя известно всему миру и стыдно за тех, кто вчера внес проект своего гробокопательского закона. Сделать это накануне дня рождения великого человека признак безнравственности и цинизма. Авторы требуют перезахоронить Ленина, перезахоронить его тело. Сколько можно объяснять? Все разговоры о том, что он похоронен не по-христиански, выглядят странно. Во-первых, тело Ленина походится в саркофаге ниже уровня земли. Во-вторых, православная церковь допускает подобные захоронения. Вспомните мощи в пещерах его Печорского монастыря. В-третьих, нет никаких свидетельств того, что родные Ленина требовали упокоить его тело где-то в другом месте. Можно приводить и другие примеры, но, увы, доводы разума на борцов с прошлым не действуют. У них свои цели. Может быть, заработать сомнительную известность, а может быть, отличь внимание от реальных острых социально-экономических проблем. Договорились до того, что Ленин не является символом эпохи. Только вот уже три десятилетия на его имя льются потоки лжи, а оно, это имя, по-прежнему гордо звучит в числе величайших деятелей России, наряду с Александром Невским, Петром I и Иосифом Сталином. Любой удар по Ленину – это удар и по нашей истории, и по основам государственности. Почему? Да потому что Российская Федерация – государство-продолжатель СССР. В основе ее международно-правового статуса лежат документы, подписанные рукой Ленина. Наша страна пережила крах империи и гражданскую войну. Затем она родилась вновь и вновь получила международное признание. И вот сегодня вдруг появляются борцы с Лениным, которые бьют по легитимности России, причем в условиях противостояния с Западом. Или люди не ведают, что творят, или это их сознательный выбор, тогда на чью мельницу это вода. Более чем сомнительная инициатива в год 100-летия Великого Октября показывает – в России есть силы, заинтересованные в разжигании взаимной вражды, в сталкивании между собой жителей страны. 30 лет нас пытаются лишить суверенитета, который достался от СССР. Давят извне и расшатывают изнутри. Тем, кто сидит в этом зале, не стоило бы им помогать. Один из авторов договорился до того, что из-за тела Ленина в Мавзолее страна не может развиваться. Кто-то действительно мешает стране развиваться, и мы знаем кто. Прежде всего, это политики, которые оправдывают либеральный экономический курс. Курс, который плодит нищету, который углубляет социальный раскол, улезает, уничтожает образование и науку. Вместо решения проблем жителям России подбрасывают явные провокации. Как обеспечить суверенитет в этих условиях? И что такое суверенитет? Наличие своей конституции? Наличие собственного парламента? Громкие заявления политиков? Нет. Суверенитет, коллеги, это прежде всего мощная и независимая экономика. Это социальная политика в интересах народа. Это сильный и современный оборонный комплекс. Развитые образования и культура – это то, все, что было в советской стране благодаря Ленину. Сегодня кризис в России только нарастает. Страна остро нуждается в мобилизации ресурсов, в отказе от сырьевой модели, в высокотехнологичном производстве. Но в феврале в промышленности опять зафиксирован заметный спад. Наихудшая ситуация в обрабатывающих отраслях. Производство газовых турбин, например, сократилось вдвое, аккумуляторов на 25, строительных блоков на 16%. Наука на Нищенском пайке. На 60% снижается финансирование институтов Российской Академии Наук, обезглавили и саму Академию. Задолженность по зарплате растет, потребление товаров и услуг сокращается, люди все тут же затягивают пояса, экономят на еде, переходят на более дешевые продукты. 27% граждан признаются, что не могут оплачивать услуги ЖКХ, а пресловутый Платон продолжает грабить перевозчиков и всех нас. Число бедных превысило 20 миллионов человек, тут же выросло и число миллиардеров, переток национальных богатств в карманы олигархов продолжается. А олигархия чаще всего плохой защитник национальных интересов. Не случайно известный русофоб Збигнев-Бзежинский с удовольствием отмечал, когда российская элита держит в американских банках сотни миллиардов, нужно еще разобраться, чья это элита. В год столетия сразу двух русских революций стоит помнить о том, что происходит, когда власть не справляется с кризисом. Хватит уже придавать сусальному блеску облик царской России. В начале 20 века страна находилась в сильнейшей экономической зависимости от Запада. Европейский капитал контролировал угольную и металлургическую промышленность, контролировал нефтедобычу, да во многом и банковскую сферу. Страна играла роль сырьевого придатка. Ее доля в мировом индустриальном производстве не превышала 5%. Активный вывод зерна сопровождался регулярным массовым голодом, высокой смертностью среди детей. Царское правительство активно набирало займы, и в финансовой зависимости протекала зависимость политическая. В Первую мировую войну Россия вступила совершенно неподготовленной. Миллионы людей гнали на убой ради соблюдения интересов банкеров Лондона и Парижа. Война обострила проблемы и противоречия Российской империи до невозможности. Февральская революция стала неизбежной. По словам Василия Розанова, Русь слиняла в два дня, самое большое в три, а это вообще слова монархиста. Но временное правительство вергло страну в еще больший кризис. Государство рассыпалось. От России отпадали не только Польша или Финляндия, возникли десятки квазигосударственных образований. Либерально-буржуазный проект федералистов погружал страну в пучину русского бунта. Только идеология и воля большевиков спасли Россию в этой ситуации. Как писал у Ленина Николай Бердяев, он, Ленин, остановил хаотический распад России. Бердяев, как известно, сторонником большевиков не был. Да, политика Ленина восстановила единство, целостность и независимость страны. Она стала политикой победы. Была создана вторая экономика мира, вторая помощь на нашей планете. Создано образованное и культурно развитое общество. На многие десятилетия коммунисты защитили суверенитет страны. Великая победа над фашизмом, полет Гагарина, освоение космоса и создание ядерного политета стали возможны благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, благодаря ленинскому гению, благодаря ленинско-сталинской модернизации. Вот у кого нужно учиться. На путях либерально-рыночной экономики, встроенной в мировую капиталистическую систему, сохранить свой суверенитет России не удастся. Эту истину нужно понять всем. Антикоммунизм, антисоветизм, русофобия – это сегодня враги государственного суверенитета нынешней России. Законопроект о перезахоронении тела Ленина плевок на мнение миллионов людей. Атакующий Ленина атакует и Россию. Они ослабляют ее перед лицом внешних и внутренних угроз. Очернение роли Ленина ведет к присмотру всей советской истории, включая великую победу над фашизмом в 1945 году. А это путь декоммунизации, это путь десоветизации, это путь, которым уже прошла Украина и Прибалтика. Их сначала насильственно лишили исторической памяти, а затем, вполне закономерно, танки НАТО оказались в Нарве. Да, коллеги, с этой трибуны звучит регулярно много патриотических речей. Надеюсь, что никто при этом из выступавших не готов отречься от своих слов о величии истории нашей страны. А если так, то пора прекратить анти-ленинский шабаш, пора тщательно сберегать памятники советской эпохи, пора вернуть день 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, в число государственных праздников. КПРФ готовит соответствующую законодательную инициативу. Приглашаем всех присутствующих в зале активно ее поддержать. Спасибо.